привет друзья подписчики моего канала просто зрители сейчас до нового года уже менее двух месяцев осталось и кто не знает у меня тут на канале происходит такой предновогодний марафон каждый вторник я выкладываю показываю новый вкусный рецепт малосольной красной рыбки к праздничному столу видео уже выходит можно посмотреть ссылочки и вот сверху друзья но при засолке рыбы неизбежно при разделке когда раздел я разделу целую рыбина до остаются всякие запчасти перышки плавнички тёша все это вкусно мину и не выбрасывать жарить уже не хочется надоело друзья и я сегодня хочу поделиться моим рецептом очень вкусного вкусного на жаре 100 около супчика из лосося с не готовы сливочный суп с красной рыбы кто-то можно за это ухой но в моем понимании уха это когда на костре из живой только что пойманы рыбы с друзьями под водочку как все положено на рыбалке а когда я дома готовлю на газовой плите даже рыбные уху рыбный уху то это все-таки суп друзья моем понимании но спорить с кем не буду то читаешь у дома у вас получается вкусно ухо то ради бога мы сделаем просто рыб вкусный сливочный суп с лосося погнали для приготовления понадобится плавнички эти позвоночники хвостики ну всяких как будто грубо говоря отходы я наливаю кастрюнку холодной чистой воды и вот эти вот плавнички перышки позвоночники закладываем холодную воду друзья это будет бульон непосредственно ухо вообще кто не в теме ухо это и есть не то что мы там кладем а вот на бульонного также друзья я возьму одну целую картошку сюда бросают и вот такая небольшая от размером с картофельного луковица но я и режу ее полотно попала так половинку кидаю сюда и все это дело ставлю на плиту на медленном огне вариться но еще друзья для вкуса и аромата я добавлю в наш бульон нашу вот эти белые штуки от лука китайцы очень сильно любят деле не пойдет сама непосредственно не посредством супа а вот для чисто для навара для вкуса для аромата мы возьмем белые штуки от лука и буду и люшки вот эти толстые несъедобные от укропа запах пошел от укропа шикарно так все это дело ставим на печку на огонь ниже среднего и начинаем варить огонь убавляем если будет сильно сильная большой огонь то происходит обильное кипение воды и бульон у вас получится мутным во первых а во вторых весь белок бульки эти выбивают и белок из рыбы и они в виде пены всплывают а пену мы будем убирать вы просто все в часть вкуса потеряете поэтому уху ну рыбный рыбный суп даже на газу или на костре вы варите уху нужно готовить на небольшом огне чтобы это томилась у все выварилось и вкусы объединялись короче варим потихоньку никуда не торопимся крышкой не накрываем а просто потихонечку как вот начнется спина появляться я включусь и покажу что он делать ну пену собираем и варим до конца чуть друзья смотрите по мере нагрева воды начиная всплывать пенка вот ее нужно постоянно собирать чтобы бульончик у нас был чистый прозрачный ну и так вот варим до готовности картошки ориентир ориентир готовности бульона это сварилась картошки итак друзья смотрите бульончик готов берем шумовку ветки эти все достаем они отдали все полезное и вкусное из себя не на больше не нужны их выбрасываем луковицу можно съесть картошка сварилась ее пока в отдельную тарелочку покажу что делать рыбку которая шла на бульон с косточками с перышками также достаем аккуратненько чтоб тут ничего не развалилась не по разохматилась все это друзья это это все вкусно сейчас я покажу как это подать так забыл сказать бульончик я подсолил по вкусу немножко добавил соли так друзья смотрите вот что получилось такие всякие косточки у ребрышки все это классный вкус и и все кто в рыбе понимают никогда это не выкинут давайте присыпаем все это дело от форму эту рыбку черным перцем свежемолотым щепотку зеленюхи укропчик лучок все это уже отдельное самостоятельное блюдо туда вареную картошку подать и больше ничего не надо это уже вкуснятина возвращаемся к картошнину вареную картошку друзья просто вилкой разминаем так бульон можно добавить немного газ чтобы подкипеть не по зиме пошли закидываем вареную картофель ну наш бульон рыбный свежая сырая картошка порезанная мелким кубиком также идет бульон газ можно добавить и быстренько все дело закипела сейчас закипит пока закипает друзья поставим на соседнюю конфорку сковороду так друзья в сковороду немного буквально вот ложку растительного масла нагретую небольшой кусочек сливочного масла сливочное растительное масло добавлять для того чтобы сливочное просто не горела сейчас на растопится картошка у нас уже потихонечку кипит пусть наварится картошка варится маленько дольше чем рыба ходила небольшим кубиком порезана но пускай масса разогрелась добавляем в него мелко-мелко нарезанный лук добавили друзья лук и пассеруем а пока он не станет такой прозрачный буквально тоже две-три минутки совсем чуть-чуть так все лучок пассируется здесь у нас все картофа картошка почти готова берем рыбку кто-то кидая для нажористы туда крупу но мы для нажористы кинем побольше рыбы красной тёши она жирненькая вкусная все ждем пока закипит так вы снимая пену смотрите лук все стал прозрачный вот видно краешки на так загибается все выключаем лучок готов пускай остывает пока не закипит у нас рыбка чтобы рыбка пошла варенка быстрее закипать добавляем газ и как начнется с потихонечку закипания просто голубая вот видите начинает закипать все убавляем газ опять и потихонечку пускай пена поднимается ну и мы ее будем снимать все друзья видите пены практически не осталось все можно сейчас остатки соберу год и вот на этом этапе уже можно закинуть очень вкусно пахнет этот лучок обжаренный на сливочном масле он дает неповторимый из чем несравнимый вкус на саму рыбному супу так лук пошел закинули далее идет сразу обязательно парочку лавровых листиков и свежемолотый черный перчик друзья вот самый такой важный момент не надо ложкой мешать рыба лосось рыба нежная и если вы начнете булькать его там у вас это дело поломается покрошится рыбка раз будет в кашу превратиться понимаете так ну все в принципе можно оставить это дело так финны в такой рыбный суп добавляют сливки кто-то добавляет молоко кстати тоже неплохо друзья но я вам рекомендую маленькая такая фишечка попробуйте не пожалеете добавьте сюда в эту уху пару ложек сливочного сыра это прям вот мастхэв на новый уровень прям такой ресторанный выходит все это дело вкуснятина неимоверная вот две ложки столовых горки пол баночки вот этой сколько там 200 грамм сливочный сыр вот эти ложка начинаю булькать выше сверху потихоньку там сыр разгоняйте разойдется это побелеет и этот жареный лучок сыр все это дело в купе с наваристым бульоном рыбным я это прям в ресторане такое блюдо себе заказал однозначно но зачем эти рестораны все можно приготовить это дома гораздо вкуснее будет и дешевле поверьте закидываем зеленюху здесь у меня укроп и просто зеленый лук вот так все друзья выключаем газ накрываем крышкой тихонько и стараясь не разболтать не размешать рыбу сыр что произошелся размешаем сейчас еще такой друзья важный шаг бульон я посолила но картошка была не соленая попробуйте на столь возможно она будет досолить вкусно но соль и как я это говорю нужно подсолить еще чуть-чуть все подсаливаем выключаем и даем постоять пять минут накрыли вырубаем газ и сейчас я приберутся и будем пробовать но все друзья смотрите супчик настоялся он горячий очень ароматный давайте же мы его попробуем юшечка вот этот сама уха бульончик это прям вообще особо особая вкуснота друзья лавровый листы кстати вытащил выкинул они чем-то мне не если не стояли ну а тут лучше получилось смотрите и заценить сами горячий я попробую я знаешь это вкусно друзья да это это не просто вкусно это прям очень вкус это нажористо это сливочно это рыбно укропчик лучок все это суда в тему где любите супы вот этот рыбный суп уверен вам понравится это офигенная штука как первое блюдо прям рекомендую я на этом все как видите приготовить просто и готовится практически из отходов вот это все тоже съедается обгладывается это тоже вкусно но это прям вот ресторан-ресторан класс дома взять на этом все если вы вдруг еще не подписались на канал подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик смотрите видео по засолке впереди еще четыре там где-то шесть видео будет будет интересно но я но я с вами на этом не прощаюсь я говорю всем до встречи и всем пока